Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги конкурсов к 75-летию атомной промышленности. Конкурс созвездия городов АЭС-2020. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3131 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 16 дней ноября составила более 1,1 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 405 миллионов. Начало года выработано более 18,6 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 1,7 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Профсоюзная организация Смоленской АЭС подвела итоги викторин «История в кадрах» и знатоки «Атома», посвященных 75-летию атомной промышленности. Конкурсы эрудитов объединили десятки ветеранов и пенсионеров с АЭС, школьников Атомграда. 13 ноября победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами от Смоленской АЭС и профсоюзного комитета. В рамках празднования этого юбилея, это одно из мероприятий, викторину устроили, дабы выяснить, насколько хорошо и молодое поколение, и ветераны знают историю не только нашего города, нашей станции, но и историю всей промышленности, и очень отрадно, что, во-первых, откликнулось огромное количество жителей нашего города, показали свои знания, знания достаточно глубокие. Победителем викторины знатоки «Атома» стала Александра Нерослова. Второе место разделили Егор Шамаров и Алексей Радчик. Третье место у Дениса Морозова и Алины Поненковой. Я стараюсь использовать каждую возможность и не упускать ни одной, поэтому стараюсь участвовать в любых конкурсах, но этот конкурс зацепил меня тем, что я ни разу не участвовала в конкурсах такого рода и решила принять участие. В работе над каждым конкурсом я стараюсь найти особый подход и оригинальные решения, чтобы вложить в каждую свою работу частичку своей души, и в этом конкурсе я выразила это через стихи. Ветераны и пенсионеры Смоленской АЭС приняли участие в викторине «История в кадрах», поделившись своими знаниями и воспоминаниями. Первое место жюри присудило Анатолию Патракову, второе место – Нине Мироновой, третье место – Владимиру Захаренкову. Я считаю такие конкурсы полезными, полезными во всех отношениях. И с точки зрения, чтобы люди помнили свою историю, чтобы надежно обеспечивать страну энергетикой, надо знать свою историю, историю этой отрасли, знать людей и стремиться быть на них похожими. Сейчас по всей стране, от Мурманской области до Чукотки, творческие группы снимают материал для конкурса «Созвездие городов АЭС-2020», организованного концерном «Росэнергоатом» и фондом АТР-АЭС. В Десногорске такая команда побывала 14 ноября. Творческая группа сделала видеоряд из выступления главы города о перспективах развития и площадок, на которых были представлены производственная, социальная, спортивная и культурная сферы жизни города. Отснятый во всех городах материал ляжет в основу мини-фильмов, которые оценит экспертная комиссия конкурса «Лучшее муниципальное образование». Победители получат солидные гранты от фонда АТР-АЭС на реализацию социально значимых инициатив. Первое место – 50 миллионов рублей. Второе место – 40 миллионов рублей. Третье место – 30 миллионов рублей. В прошлом году фестиваль «Созвездие городов АЭС» стал одним из ярких событий. Объединил волгодонские делегации из атомных городов России, Белоруссии, Венгрии – более 500 участников. Сейчас такой формат невозможен, поэтому форум проходит дистанционно. Наша презентация для лесногорцев особенно будет в том, что данный продукт внедряется здесь впервые. Те цифровые технологии, о которых мы слышали только в крупных городах, как Санкт-Петербург, город Москва, город Саров, где внедряется данная платформа. Поэтому мы очень ждём этого момента, когда всё, что мы задумали, заработает, и наши жители увидят это воочию. Это, поверьте мне, очень удобно, эффективно и современно. Одно из мероприятий фестиваля – расширенное заседание фонда АТР АЭС. Состоится 23 ноября. Телемост объединит площадки АЭС и центральный аппарат концерна «Росэнергоатом», а также зарубежных партнёров – мэров городов Венгрии, Белоруссии, Швеции и Нидерландов. На повестке – обмен опытом по разработке и реализации мир социально-экономической поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии, по развитию цифровизации в управлении ЖКХ. Очень приятно быть участником этого проекта, посетить лично все эти города впервые в Десногорске. Замечательный, приятный небольшой город, зелёный внутри, современный где-то по бокам. Замечательный очень ваш Курган. Желаю процветания вашему городу, чтобы о нём как можно больше узнало людей в нашей стране и при помощи нашей программы, нашего блога – удачи, здоровья, счастья, любви. Все видеоматериалы, а также видеозарисовки об атомных городах, созвездия «Лайф» и большой отчётный фильм о проекте будут размещены на официальном YouTube-канале фонда АТР АЭС и в соцсетях. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rostenergatom.ru, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!